Так, кажется, мне советовали посмотреть одного чела, снимающий пивепи, кажется, его зовут Зефир, ой, не то. Вот и Зефир, чем он занимается. Снимает пивепи из Кайворс, для него мечта набрать полтысячи, поможешь ему, а? Ссылка, если чё, в описании. Всем привет, недавно, а точнее в ноябре, я приобрел себе взлетовый хит, и теперь я готов рассказать вам о её плюсах и минусах. Погнали. Мышь продаётся только в сети магазинов Денис, и на момент съёмки продаётся, за 1499 рублей со скидкой, 200 рублей. Подаётся мышь в коробке, в стиле Блади, на которой находятся её особенности. Внутри конструкция такая, сама мышь наклейки, и бумажка об эксплуатации, имеет форму ладонного хвата, который вызывает, если честно, очень спорные ощущения у некоторых людей. Мне, например, она очень понравилась. Мышь так же, как и пивари, сделана на сенсоре PIX от PUM3325, микриками Хюану Блюцель на 20 миллионов кликов, которые стоят в мышках. Дак проект M1, M2 и M3. Дополнительные и боковые кнопки, сделаны, от каилов, что тоже спорно, а вот, энкодер тут на унимицуч, но слава богу, мне он попался рабочий, внутри также имеет грузик, чтобы уравновесить конструкцию мышь Андрея. Также для мышки есть, и свойства, которые можно установить, по ссылке в описании, под моим роликом. Здесь вы сможете настроить подсветку, DPI, поменять значение кнопок, и даже записать макросы, ненавижу макросы. Итак, плюсы, цена, характеристики, PUM3325C, форма, качец во сборке. Минусы, подсветка, энкодер, макросы. Итак, это хорошая мышь, за свои деньги, если вы хотите мышь Андрею с ладонным хеатом, как у Блади, но дешевле и лучше, то ОВАХИТ один, из таких вариантов. Ай, с вами был, я, стекботмен, пока.